всем привет вы смотрите канал game break и сегодня у нас обзор среднего может даже ближе к большому набором 70 614 самолет молния джея набор по новой линейке лего ниндзяга муви лего ниндзяга фильм совсем скоро он выходит на экраны буквально чуть-чуть осталось в наборе 6 фигурок 877 деталей и сейчас давайте мы с вами его посмотрим что вообще тут такое коробочка конечно попробую показать но она достаточно большая боюсь в камеру нормально не влезет так чуть-чуть вам с вами глянем ее изображение самого этого летательного аппарата тут крабик сбоку надпись лего ниндзяга муви лоид в углу и сзади показаны функции набора которых на самом деле не так уж чтобы и много единственно что вот показано что здесь 44 сантиметра ширина модели ты и вид сверху это не спереди как может показать вид сверху но вот некоторые функции на торце коробки написаны все мини фигурки кто чего зачем почему и джей в масштабе один к одному в инструкции набора естественно кроме самой сборки тут много всяких постеров по лего ниндзяга муви список всех наборов их что реально достаточно много выпущено 5 10 штук это счетку первый план может еще что-то ссылки на ниндзяга муви на игрушку еще один постер на видеоигру ссылка еще показано что вот если вы этот код ведете то в игре легворд появится вот этот акули перехватчик ли как так он называется не помню на лего лэнд рекламка но и список деталек и начнем обзор наших мини фигурок с более таких простеньких вот мини фигурка солдата акули армии морда его лицо может пригодиться в каких-нибудь пиратах один глаз у него повязкой закрыт одежда такая достаточно подкать военного может сойти весьма к интересная одежда но не знаю пока что будет в сюжете почему они все что с коллекционки что здесь с этими рыбами молотками общем посмотрим посмотрим я пока не могу ничего сказать чё к чему и причем здесь столько рыб но они какую-то роль здесь играет следующий мини фигурку даже не знаю какая из них круче давайте вот эту посмотрим джели тоже один солдат но как мы видим у него на голове такая вот деталь без двух деталей точнее такие две детали это медуза вот видим сверху медуза дальше он к круглый кабот и вот щупальцы спереди и сзади спины вокруг щупальца в принципе такая же как вот эта фигурка но покрыта всякими щупальцами вооружен старшутером и рыбы не понимаю опять к чему здесь рыбы но поживем увидим фильм надо обязательно посмотреть я думаю станет понятного деталька такая очень интересная и следующая фигурка злодея это красти тоже рыбы с пилой в руке также тело весьма такое интересное сейчас по-моему он такой же как у того солдата сейчас что-то даже когда собирал не посмотрел но до тела точно такое же ножки отличаются от тела такое же как у того солдата интересная деталь акваланга очень детализирован еще и с принтом здесь даже он батареечка нарисована одно лицо у него по серьезно и вот эта деталь очень похожа на краба может краб на голове сидит она резиновая вот эти усики двигаются очень необычно но не знаю насколько толково что-то мне вот коллекционку фигурок у меня она есть но я даже обзоры не стал делать потому что боясь обругать все эти фигурки они мне очень понравились вот где эти головы рыбы еще что-то ну посмотрим что там фильме будет видимо сюжет на этом будет завязан так и следующие фигурки это уже с позиции добра назовем это так джей и его приемные родители фигурка джиа интересны новая них повязки такие стоят из двух частей прям как шлем теперь дарта вейдера из двух частей весьма забавно выглядит и у него у него два лица одно немножко такая придурковатая улыбка второе не менее придурковатое серьезное выражение да не очень мне понравились сами фигурки по негрега ниндзяга муви но видимо в мультике они такие но лица у них как будто они немножко в детстве чем-то ударились причем весьма сильно и головой выглядят достаточно такими не ну для детей наверное нормально но на мой взгляд оригинальные лего ниндзяга фигурки выглядит более может мужественно интересно не могу однозначно сказать но они мне нравятся больше здесь они как такие слишком мультяшные что ли но правильно серия по мультикам вот и фигурки мультяшный так теперь приемная мама джиа 1 в таком халатике или переднички сзади он сумка видим торчит второе лицо из-под прически да у нее два выражения одно испуганная не 2 просто улыбающиеся и приемная отец его фартук рабочий на груди с инструментами тоже лицо седой такой есть уже в руке ключ седой спереди седые брови и сзади тоже седые брови естественно тоже кричит от ужаса по истории набора надо нам джею вот на его летательные это штуки мне сложно как одним словом назвать а если это слово взять то он не совсем не совсем для употребления на детских относительно каналах что помощь от этой штукенции ему надо спасти своих родителей из лап вот вот как раз к ней переходим этакий крабомонстр в одной стороне клешня наклейки я не клеил потому что скорее всего на детали это все пущу на в одной руке клешня тап-цап как раз схватил на отца или мать неважно кого-нибудь из семьи джея и такой сейчас мы его посадим на этого краба пусть сидит так так вот кстати сажать сложно баллон у него сзади еще и рыба это в руке такой вот краб сзади баллончик не знаю с воздухом не с воздухом в общем явно он то неживого происхождения этот крабик шутер стреляет этими пульками пинами пупырышками ну такая вот модель мне она не понравилась не знаю чем то конечно атлантис напомнил ну какая то она непонятная но я думаю в мультике она будет когда выйдет мультик мы разберемся посмотрим что именно это такое олицетворяет ну вот такой краб с одной клешней и давайте посмотрим основную модель набора это вот вот эта большая летающая фиговина назовем это фиговиной истребитель G он реально большой в камеру с трудом помещается абсолютно какой то шипастый во все стороны торчают от антенны просто кладезь антенн кладезь синих деталей много вот таких больших деталей получается 4 больших вот этих синих деталей ну тут вообще куча всего а вот функций мало сразу скажу я думал что побольше все будет просто стареньких например 90-х годов наборов в этот набор бы запихали столько функций что прям слов нет мама не горюй было бы здесь же все так весьма примитивно держится за ручку чтоб нормально в руке держался курок благодаря этому курку мы его нажимаем и сверху как бы это показать то такой огромный чтоб прям крутится вот эта верхняя часть видимо какой то генератор молнии во все стороны летят молнии из него ну потому что здесь молнии нарисованы и эти антенны с молниями как будто такие как громоотводы куча всего может не знаю из неба тягивает к себе антенны генерирует и поражает врагов этой дикой штукой в данной части вот эти боковые они ай они отваливаются так это было не по сценарию случайно отвалилась боковые части можно менять углы да можно так сделать под углом что мы как раз видели на коробке можно в стороны немножко сделать давайте посадим туда же открывается кабина и сажается наша мини фигурка летательный аппарат этот одноместный ни для кого здесь места нету кстати жаль могли бы придумать какую-то немножко другую штуку но у них у всех индивидуальные средства передвижения сзади два больших движка выглядит в принципе интересно больше на какой-то космический корабль похоже фантастический это интересно но с другой стороны очень мало функций реально стреляющий вот пружинный механизм вот эта пушка стреляющая мы все нажимаем она стреляет бам ракетой и вот поворот вот этой верхней части все больше здесь ничего нету он еще не отделяется там кабина у него не вылетает никуда достаточно все так примитивненько ну вот эти штуки открываются но тоже здесь ничего не выстреливает могли бы здесь как-нибудь интегрировать вот эту стреляющую спринг шутер пружинная такая штучка которая стреляет длинными палочками ну вот как-то по функциям мне он казался что он будет более насыщенным по функциям выглядит классно достойно давайте сейчас сниму камеру покажу потому что неудобно на штативе это все смотреть вот такая вот штукенция сейчас возьму в руку чем-то морской еж но повторюсь очень мало функций очень мало функций для тысячи деталей это просто ни о чем мне кажется могли бы постараться ребята вот такой вот небольшой набор относительно сумбурно почему объясню потому что во-первых непонятно что будет в фильме там строй сейчас догадки и прочее не настолько фанат данного фильма данной серии историю не знаем поэтому не могу вам ничего сказать что будет и к чему вот эта штука да есть предположение молнию будет метать есть акулья армия которую у родителей схватила каким-нибудь образом он ее спасет я не думаю что это уже спойлеры я думаю это все будет в фильме мини фигурки относительно интересные да здесь есть приемные родители джея которых не было это могу конечно ошибаться поправьте меня но это родители джея раньше не было это это вот топовые фигурки данного набора мне очень понравился вот этот вот мужик с медузой на голове полная чушь конечно но идея чушь реализация забавная можно делать интересно отдельно например аквариум снизу там пупырышек понаделать ну естественно с головы то снять можно пустить вот эту фигурку на аквариуме ну и парочка вот таких фигурок человеку с крабом на башке ну и не такой в современном мире увидишь минус мало функций на этом я с вами буду прощаться подписаться на канал оставляйте свое мнение о данной новой серии может быть еще будут наборчики по серии нельзя гаму и в принципе на детали на детали вполне себе приличные наборы много интересных деталей одна цветовая гамма на самоделке вообще самое то пойдет ну вот как готовая модель в общем напишите сами не хочу однозначно судить это все я свое мнение высказал ну а вы можете либо согласиться со мной либо рассказать то что вы думаете о данной модели до скорой встречи всем пока 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 пока